Вопросы, связанные с ЖКХ, актуальны всегда, ведь это та тема, которая касается каждого жителя региона. Однако некоторые забывают, что ЖКХ – это не только вода, электричество и отопление. Это еще и уборка домовой территории, благоустройство, это национальные проекты. В общем, все то, что должно делать нашу жизнь комфортнее и лучше. Об этом мы сегодня и поговорим. Меня зовут Всеволод Гимбуд. Здравствуйте. Но сначала актуальная статистика по коронавирусу. Сегодня с нами на связи заместитель министра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, про благоустройство давайте тогда и начнем. Скажите, какая основная причина нарушения сроков реализации проектов благоустройства на территории вообще нашего региона и можете ли вы уже какие-то конкретные примеры привести? Безусловно, могу примеры привести. У нас основные моменты причины нарушения сроков реализации объектов. Это прежде всего некачественно разработанная проектно-сметная документация муниципальными образованиями, не проведение конкурсных процедур муниципального образования по отбору подрядных организаций установленные сроки, низкий контроль за ходом реализации объекта и, безусловно, документальное оформление выполняемых работ. Во многих своих выступлениях вы говорите и подчеркиваете важность исполнения показателей нацпроекта. Расскажите, пожалуйста, подробно, что они собой представляют. У нас по реализации идет национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках реализации данного проекта есть пять основных показателей, которые необходимо выполнить до 2024-го, в дальнейшем уже до 2030-го года. Уже сейчас мы видим, что показатели выполняются у нас без нарушения сроков. Видим отсутствие проблемных вопросов в части реализации в этом году. Вместе с тем, хочу отметить, что ряд таких показателей, как, к примеру, индекс качества городской среды в городах на территории Ростовской области, мы этот показатель можем перевыполнить, поскольку ряд муниципальных образований уже находятся на той самой границе, это 180 баллов, которые мы можем, очевидно, после выполненных работ перешагнуть в текущем году уже на 2021 год. Вместе с тем, хочу отметить, что без тех пунктов, которые я назвал ранее, устранение проблем, будет это достаточно сложно сделать, поэтому муниципальным образованием нужно активизировать работу, контроль за разработкой проектно-смертной документации на объекты, обязательно контролировать ход выполнения работ на объекты и, безусловно, проводить конкурсные процедуры, соответствующие с действующим законодательством, чтобы обращение и предписание у ФАС об отмене конкурсных процедур, ну, скажем так, свести к минимуму. Ну, сейчас я хотел бы затронуть тему благоустройства одного конкретного объекта. Я сейчас говорю о Константиновском пляже. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела с его благоустройством? Константиновский пляж – это такая, скажем так, знаковая, наш знаковый уголок Ростовской области. Большое количество любителей нашей реки Дон, красивого пляжа приезжают не только с города Константиновский, окружающих муниципалитетов, но и со всей Ростовской области, не только. В 2019 году работы по благоустройству этой территории начаты. Были выполнены два основных подъезда к пляжу, были выполнены ряд коммуникационных мероприятий, таких как сети. Дополнительно была частичная высадка озеленения. Уже в этом году правительство Ростовской области поддержало муниципалитет, выделили 40 миллионов рублей средств бюджетных на продолжение выполнения работ по данному объекту. Уже подряд организация определена, и скоро будет подписание муниципального контракта до конца августа текущего года. Мы планируем сделать укладку тротуарных дорожек, малых архитектурных форм, устройство дорожек и щебня и продолжить озеленение территорий. Проект большой, но подчеркиваю, он является знаковым, и он участвовал во всероссийском конкурсе объектов лучшей комфортной городской среды. Она была признана финалистом, но по некоторым критериям мы эту территорию, безусловно, в дальнейшем поддерживаем. Еще одна немаловажная тема. Насколько я помню, с 20 августа губернатор поставил задачу запустить опрос жителей Ростовской области. Какие бы территории они хотели бы видеть благоустроенными в 2022 году? Расскажите, пожалуйста, как это вообще работает? Мы с учетом требований Минстроя России, начиная с этого года, активно ведем работу, скажем так, на год вперед. То есть в этом году мы проводим конкурсные процедуры на следующий год благоустройства. Впервые в Ростовской области мы торгуем объекты благоустройства уже в этом году. Аналогично и отбор территорий, то есть мнение жителей, предложение жителей мы начинаем собирать в этом году уже на 2022 год. С 20 августа по 20 сентября текущего года на официальном сайте городсредат161.ру любой житель Ростовской области может зайти по указанной ссылке и указать там ту территорию, которая, по его мнению, собственно говоря, требует какого-либо благоустройства. Это может быть любая территория, которая жителю кажется действительно нужной и необходимой для использования более комфортного. После этого муниципалитет собирает указанные заявки, анализирует возможность законную использовать денежных средств на благоустройство разных территорий и выставляет уже эти территории на рейтинговое голосование, где уже люди от обранных территорий выбирают по количеству голосов те, которые считают они наиболее нужны. Хочу отметить, что мы ежегодно эту позицию улучшаем. У нас уже по сравнению с прошлым годом, позапрошлым годом, в прошлом году, в этом году уже голосование превысило, стало более 200% от предыдущего количества. И очевидно видим, что работу мы ведем в правильном направлении. И самое главное, мнение жителей учитывается на самом-самом раннем этапе. И здесь мы полностью исполняем поставленную нам задачу губернатором Ростовской области, правительством Ростовской области. Еще одна тема, которую нельзя не затронуть, если мы говорим о ЖКХ, это, конечно же, национальный проект «Жилье и городская среда», реализация которого идет в Ростовской области. Ну и помимо этого проект «Инициативное бюджетирование сделаем вместе». Вообще существует ли какая-то синхронизация выполнения этих двух проектов? Проект «Сделаем вместе» у нас в этом году первый раз, первый год в реализации. Объекты благоустроены у нас уже не первый год в реализации, поэтому синхронизация у нас, что не может не радовать, выполняется уже в разных взаимоотношениях. Как пример, город Азов мы делали в 2019 году в рамках всероссийского конкурса «Петровский бульвар». При этом в этом году люди проголосовали и выбрали территорию благоустройства улицы Пушкина, которая прилегает к этому бульвару и достаточно, скажем так, продолжает органично ту территорию, которая уже сделана. Как пример двух объектов «Инициативного бюджетирования», когда у нас в селе Литвиновка, это Белоколитвинский район, идет реализация обустройства площадки около здания Литвиновского дома культуры в рамках национального проекта уже в текущем году новый парк, который тоже прилегает к этой территории. Мы видим не только объекты благоустройства синхронизации, но еще по поручению губернатора Ростовской области, безусловно, при выполнении работ по обустройству той или иной территории, как, к примеру, город Таганрог, Петровский бульвар, муниципалитет в рамках мероприятия выполнил работы по замене сетей, которые, собственно говоря, уже когда мы доведем до ума, скажем так, в этом году этот бульвар, приведем в порядок в рамках федерального гранта. Мы будем понимать, что по этому бульвару через большой промежуток времени точно не потекут сети, не будет разрытия существующего покрытия, чтобы мы сохранили тот самый облик максимально на долгие моменты. Но при этом хочу отметить, что эту работу мы только начали активно выполнять, и она будет продолжена, потому как еще много территорий, которые требуют подобной синхронизации. Но проект «Сделаем вместе» нам позволяет действительно решать вот эти задачи, чтобы пространство смотрелось комплексно, полностью в завершенном виде. Ну и в завершении программы хотелось бы задать крайне важный вопрос. У нас остается буквально минутка-полторы. Вопрос будет касаться импортозамещения. Это та задача, которую поставили на федеральном уровне. Как вообще область справляется с поставленной задачей, и с какими трудностями, возможно, вы уже успели столкнуться? – Хочу отметить, что практически все муниципальные образования данную задачу исполняют. Все импортное оборудование, которое было заложено в проектно-сметную документацию в прошлом году, на реализацию в этот год, идет активная замена на отечественные аналоги. При этом по поручению губернатора, которое было озвучено в городе Семикаракорске 5 августа, о том, что мы должны учитывать в приоритете, конечно же, оборудование местных производителей. Ведь зачастую мы сталкиваемся с тем, что и сроки нарушения реализации, в том числе проекта, связаны с долгими поставками, в том числе и за границей того оборудования, которое действительно имеет и стоимость совершенно другую, а функционал зачастую сопоставим с нашими отечественными аналогами. То же самое касается и опор освещения, касается и ряда других элементов. Хочу отметить, что данная работа действительно очень активно ведется, и очевидно, что тот показатель новый, который Минстроем России будет введен на все территории Российской Федерации в текущем году, а это 90% минимум нужно быть отечественного производителя, и 10% максимум иностранного оборудования в Ростовской области будет исполнен в полном объеме. Дмитрий Сергеевич, более чем уверен, что все проекты, которые намечены в плане ЖКХ в Ростовской области, национальные проекты будут выполнены, выполнены в срок, и это действительно пойдет на благо жителям нашего региона. Вам же огромное спасибо за то, что вышли с нами сегодня на связь. Спасибо вам. Нельзя отрицать тот факт, что за последние годы в плане ЖКХ в Ростове и области действительно стало жить комфортнее. Выполнение национальных и региональных проектов улучшит качество жизни жителей Донского края. С каждым днем у нас тем все более. Увидимся.